Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Что скрывает большинство из нас уже с понедельника мечтает о пятнице в предвкушении выходных. В этот раз ожидания ровно вдвое приятнее. О том, как в календаре появился День народного единства, говорим с нашим гостем Василием Страховым, профессором кафедры истории РГУ имени Сергея Есенина. Давайте напомним нашим телезрителям, особенно молодым, что же все-таки мы празднуем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. 4 ноября мы отмечаем праздник народного единства. В календаре Новой России этот праздник достаточно недавний. Фактическое празднование этого дня началось в 2004 году, а официально он уже праздновался с 2005 года. Но, тем не менее, можно с полным основанием говорить о том, что сегодня мы отмечаем первый крупный 10-летний юбилей этого праздника. Праздник с неспростой историей, скажем прямо. Корнями он уходит в глубокое прошлое. В события начала 17 века, когда Россия находилась в состоянии смуты. Что представляла собой смута? По сути говоря, это была гражданская война. Борьба между новым и старым, осложненная вмешательством иноземного фактора. Прежде всего, Польша, активной претензией польских королей на русский престол и Швеции, которая стремилась отторгнуть от России северо-западную часть страны. И вот в этой связи русский народ, несмотря на усобицы, несмотря на борьбу элит, смог найти в себе силы объединиться и отстоять свою государственную независимость, свой суверенитет, отстоять свою веру и активно идти в будущее. Важно подчеркнуть еще одно очень важное обстоятельство, что именно в событиях смуты мы можем говорить впервые о российском народе. Потому что активное участие, как в позитивных действиях, так, к сожалению, отрицательных, принимали представители различных национальностей. И башкиры, и чуваши, и марийцы, и татары, и так далее. Но, что особенно важно подчеркнуть, в рядах второго ополчения, которое освободило Москву как раз-таки 4 ноября, Китай-город был освобожден 1612 года, имелись представители очень многих национальностей, прежде всего по Волжье. И вот в этой связи мы говорим о Дне народного единства как о празднике действительно общероссийским, празднике российского народа. Современная молодежь особенно знает истоки праздника, знает, с чем это связано. Ведь мы-то, наверное, радуемся выходным предстоящим больше. Конечно, вот сказать о том, что только связан со смутным временем, этот праздник не совсем правильно. Потому что все-таки 4 ноября – это день и Казанской иконы Божьей Матери. Празднование этого праздника было установлено в период царствования Алексея Михайловича. Это середина 17 века. И я бы сказал так, что все-таки для части молодых людей этот праздник имеет религиозную окраску прежде всего. Но для большей части, конечно, имеет в большей степени такую общественную, государственную окраску. И, на мой взгляд, праздник состоялся. Это главное. Потому что и в 2004, и в 2005, и в 2007 году были сомнения, что вот 4 ноября заменяет 7 ноября, который многие десятилетия праздновался нашими дедами, отцами, день Октябрьской революции 1917 года. И что новый праздник не проживется. Я думаю, это… Мне кажется, праздники у нас проживаются лучше всего, правда? Это мнение оказалось несостоятельным. Нет. Я думаю, что 4 ноября уже для большинства россиян – это не просто выходные дни. Это действительно праздничные дни. А очень важно для консолидации общества, для его успешного развития важны вот эти реперные точки, объединяющие общество. Понимаете, здесь объединение не только на национальном уровне, но и на сословном. Москву в 1612 году освобождали представители различных сословий. И это тоже очень важно. То есть это действительно день народного единства. И это надо ценить, это надо знать, об этом надо помнить. И, конечно же, любовь к этому празднику надо прививать к своим детям. Ваши студенты знают о празднике достаточно, чтобы не краснеть за них? Вы знаете, но с полной уверенностью могу сказать, что большинство студентов, ну, тем более студенты-историки, у которых я веду, студенты-теологи, у которых я веду, я уверен, знают. Какие-то рефераты на эту тему, может быть, мероприятия существуют? Да, конечно, конечно. Уже на протяжении целого ряда лет наши студенты пишут и контрольные работы, и рефераты, и выступают с докладами, и на занятиях, и на студенческих научных конференциях и так далее. То есть мы со своей стороны стараемся делать все возможное, чтобы привить подрастающему поколению и знание праздники, и любовь к этому празднику, ну и, соответственно, любить нашу историю, наше прошлое, потому что без этого нет будущего. Как вы думаете, как так получается, что современным деткам, родители, я имею в виду, совершенно не объясняют, что откуда берется, какие праздники, ну, хотя бы самые известные? Это от недостатка знаний в прошлом каких-то полученных? Вы знаете, я думаю, здесь нет такой уж масштабной проблемы. Это все болезни роста. Мы сразу же сказали, что праздник достаточно новый. Поверьте, пройдет еще 5-6 лет максимум, и подавляющее большинство россиян будут прекрасно в этом разбираться. Может быть, в какой-то степени здесь и вина, если можно так выразиться, уж слишком, может быть, грубо, но средств массовой информации. Да, центральные телеканалы уделяют этому большое внимание, вот, но, может быть, региональные прессы, региональные телеканалы, все-таки, я думаю, радио, интернет, поисковые системы, прежде всего, потому что к ним большинство обращается, все-таки они должны активнее это проводить. Тем более, что город у нас становится многонациональным. Конечно, конечно, и тем более, что Рязань, она... Рада принять всех и принимает. Да, это раз, и, во-вторых, все-таки празднование 4 ноября, она в какой-то степени своими историческими корнями связана и с Рязанью, потому что Рязань являлась в годы смуты одним из центров, который отстаивал русскую государственность, российскую государственность. Именно здесь формировалось первое ополчение, руководителем первого ополчения был рязанский дворянин Прокопий Липунов. Именно в Рязанском городе Зарайске был в 1610 году воеводой князь Дмитрий Пожарский, руководитель второго ополчения, которое брало Москву в ноябре 12-го года. И потом надо помнить, что в 30-х годах, правда, не продолжительный период, но, опять-таки, князь Пожарский, один из героев смутного времени, действительно патриот, он был воеводой в Переславле-Рязанском, то есть в нашем городе. И ходил по этим улицам, заметьте, на которых мы с вами ходим. Может быть, стоит создать какую-то интересную традицию, обученно так лучше запоминается праздник? Безусловно, безусловно. Я думаю, вы совершенно правы. И общественности, вузовской общественности, нашим музейщикам, общественным организациям, я думаю, в этом направлении необходимо поработать. Архиву Рязанскому, где хранятся огромное количество документов, связанных с эпохой смутного времени. Я думаю, безусловно, было бы очень хорошо, чтобы в нашем городе, желательно и в районных центрах, вообще по области, сформировались какие-то вот такие очень хорошие традиции, приуроченные к Дню Народного Единства, к 4 ноября. Давайте поздравим всех с предстоящим праздником. Уважаемые телезрители, от имени руководства Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина и от себя лично я поздравляю вас с Днем Народного Единства, счастья, здоровья, благополучия, успехов. Всего вам самого наилучшего и доброго. Нам остается только присоединиться к добрым, светлым пожеланиям и поздравлениям. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова